Привет, ребят! Только что я просто сидела дома, когда там переписывались с Юлией, и мы спонтанно решили, что нам обоим хочется пойти в центр, погулять. Также я хочу купить себе немного какой-то канцелярии, потому что сейчас я смотрю, что на ютубе очень много видео появляются у разных блогеров с покупками канцелярии. Красивый, очень эстетичный, все идут в школу и как-то собирают себя к ней, а я уже в этом году пойду не в школу, а в университет. И я, если честно, совершенно не знаю, что надо для университета. Я тут только что переписывалась с Юлей и спрашиваю у нее, возможно, ты знаешь, какую канцелярию покупать? Она говорит, что вообще все там видео в тиктоке или в ютубе, которые она смотрела, это просто вам ничего не надо для универа, все, что надо, это какая-то большая тетрадь и ручка, не думайте ни о каких маркерах. Ни о каких красивых конспектах, вы не будете все это успевать делать. Но я понимаю, что я же хочу в себе красивые конспекты, я же хочу, чтобы все было эстетично. Так что сейчас я буду краситься и собираться. Кстати, ребята, напишите в комментариях, вы вообще уже начали искать себе какую-то канцелярию, покупать ее, потому что я знаю, что некоторые люди этим начинают заниматься еще, не знаю, с июня, а некоторые оставляют все на конец августа. Я чаще всего оставляла на конец августа, но сейчас мне правда как-то хочется немного окружить себя такой красотой. И все, мой максимально-минимальный макияж готов, надо сейчас одеться и уже буду выходить. В общем, я уже собралась, надела вот такую вот юбку шорты, топик белый, наверх вот такой вот голубой топик, и на ногах у меня кроссовки из моей последней посылочки с шиин. Надеюсь, я не очень опаздываю, так что буду сейчас уже выходить к Юле. Ну, в общем, первым делом мы с Юлей пошли в новый сенсей, который недавно открылся в нашем городе, и зашли в отдел с канцелярией всякими милыми вещичками для дома, потому что раньше такого у нас не было. Буду красиво с твоими ногтями сочетается. Да, прикольная штука. Блин, это красивая ручка. А надо глянуть, как они пишут. Это зеркальце? Вау! Я бы хотела собить зеркальце, это же прикольно. Что, типа, для путешествия зеркальца? Либо в обшагу поставить. Но ты не будешь жить в обшаге. Я не буду жить в обшаге, да. А я буду, возможно. А ну. Я тоже хочу в обшагу. Ань, можно я у тебя буду жить в обшаге? Ицку. Как ее ставить? А вот тут воно открывается? Нет. Да. Да. Вот, воно так и ставится. Як? Вот эту штучку загни. Нет, сюда, в всю сторону. А так. А мне нравится. Наверное, я куплю его. Воно красиво. А тут я хотела взять сотый блокнот в свою коллекцию, но с Юлиной помощью решила, что окей, этого делать не стоит. Потом мы еще долго ходили по магазину, смотрели на декор для дома и все такое. Кстати, что именно я купила, я вам покажу чуточку позже. Что ты покупаешь? Насик. Ну, что ты должна купить сегодня? Какие у тебя плани? Худя. И? А что ты маме собираешься купить? Я не знаю, я понятен имею. Альша, можно купить маму? Я вообще папу испытала, типа папу, мы даром сейчас с мамой. Я не знаю. Юля, в каком магазине? Резер. Да, мы сейчас в резерде, и тут, да, и Юля тут покупает Владику и себе парные толстовки. Выбор был не очень велик, и сейчас мы идем куда? Наверх в магазин тот большой, красивый. А, отлично, да. Тут так много ручек. Капец, почему это так сложно просто найти нормальную черную ручку? И красивую, и черную. Юля выбирает себе маркера. Ну, кстати, я бы тоже купила фиолетовый. Да, я тоже думаю, что фиолетовый лучше. Фиолетовый красивый. Надо еще взять себе какой-то карандаш нормальный. Вообще, вот такие вот раньше были, по крайней мере, хорошие стерочки. Юля, а как ты вообще думаешь, нам надо будет в универ маркеры? Вообще, я планирую, типа, вести конспекты. Я не знаю, насколько это будет возможно. Но я хочу. Окей, надо взять розовый. Розовый хороший. Да, но у меня был розовый, но мне не нравится. Окей, розовый и фиолетовый. Еще надо обязательно взять корректор. Вообще, для меня важно, чтобы он просто был мягеньким. Этот мягенький. Окей, как Юля говорит, самое важное в университете, это какие-то вот такие вот тетрадки со сменными листочками. Так что надо, наверное, искать что-то такое. Ну, Айни, ты можешь их вставлять. Ну, их можно вытянуть, а ты же куда-то хопной испить хоть. Ну, ЦСИПАЭК расстеление. Да, я знаю, но типа. Ты можешь использовать для разных предметов. Да. Ой, университеты. Тут же нету красивых. Это типа магазин крутые, консерванты. Лучше магазин у меня новин, да? Да. По крайней мере, в Черкассах, да. Life is good. Is life good? Напоминает на анатомию. Что я тут делаю, я химию сдавала. Сейчас мы с Юлией, в общем, пришли в тот же магазин, где покупали канцелярию в прошлом году. И мы не знаем точно, что нам тут надо, но главное это тетрадки, потому что в прошлом магазине мы так их не нашли. О, может я куплю все-таки себе какую-то красивую черную ручку? Это некрасивая черная ручка. Капец, Юлия, мы в прошлом году с тобой покупали так много разных маленьких тетрадок Алексея. До сих пор такая стоит там. А в этом году нам уже не надо маленькие тетрадки, они в университет не нужны. Принцесс. Ну, это с Парижем типо сетей тетрадок, которые нам надо, но они же некрасивые. Ну, хотя, ну нет, надо искать что-то другое. Тут так много каких-то красивых блокнотов, но я понимаю, что мне же они просто абсолютно не нужны. И вот этот вот очень крутой. Он такой мягенький. Ну, он же мне не надо. Ну, я уверена, у меня сколько этих блокнотов, но он классный. Очень классный. Ну, вообще, это прикольный ежедневник, если вам надо. Но мне не надо, у меня есть свой, который еще, мне кажется, где-то полгода точно будет мне служить. Красивый. Тут вообще очень много красивых блокнотов. Если вам надо, ребята. Это типа что-то наподобие, что нам надо, так что, наверное, эту тетрадку я возьму. Но я не знаю. Она тоже не очень красивая, и тут мало разделителей, но это, по крайней мере, что-то для начала. Я хочу жить бы с членами ко мне в хакете. Ну, надо бы, мне кажется, что с типа планера. Как красиво, да? Ну-ка, почему-то вам не нужно? Ну, ладно, ну, ладно. Так, ребят, я только что вернулась с шоппинга с Юлей. Вообще, я купила сегодня немного вещей. Я думала купить намного больше, но реально я сама до конца не знала, что мне нужно. И нужно мне что-то вообще. Но сейчас давайте я вам покажу, что же я все-таки купила, потому что я как-то снимала там в магазинах очень так сумбурно. А дальше я хочу, чтобы мы с вами вообще посмотрели, какая у меня канцелярия осталась с прошлых годов. Потому что вот этой полочке, я знаю, у меня лежит очень много канцелярий, которые я покупала в прошлом году, но даже не доставала за весь год. Так что посмотрим. Я хоть вспомню, что у меня там есть, чтобы в этом году еще точно такое же не купить. А в первом магазине, я думаю, вы видели, что я решила купить вот такой вот планер. Мне кажется, круто будет его повесить, например, в общежитии на стеночку себе и вообще писать, планировать либо что-то по учебе, либо в целом свой день. Мне нравится, как это оформлено вообще, внешний вид этого планера. Так что я очень хочу его использовать и думаю, я буду это делать и не буду о нем забывать. Также я купила вот такой вот зеркальце с ферсиками. Не знаю, наверное, его все-таки нельзя отнести до канцелярии, но я думаю, мне удобно будет брать... Капец, ребята, это зеркальце полностью треснуто. Я думаю, тут видно. И я не знаю, то ли я его разбила, но это не может быть такого. Оно же вот так вот запаковано, я никак его не ударяла, этот пакет. Мне кажется, оно просто и было таким. Я надеюсь, что я сохранила чек, потому что, ну, это не круто. Я вообще знаю, нельзя смотреть в разбитое зеркало, так что закроем его. И я схожу, поменяю на нормальный, потому что, ну, дизайн красивый. И вообще все выглядит очень круто, но надо тут аккуратно, потому что тут везде стекло теперь битое. Капец. В следующем магазине я купила несколько ручек и корректори-маркеры. Я купила вот такие две синие ручки. Мне нравится дизайн, потому что вообще так сложно было выбрать нормальную ручку, потому что я будто бы и не хотела какую-то такую простузю, но и с разными там спанч-бобами, принцессами мне тоже не хотелось. Так что мне этот цвет понравился и форма вообще этой ручки. И еще обычную черную купила, потому что черную красивую я вообще не нашла. Стирачку, как всегда, мне кажется, я уже который год покупаю одну и ту самую стирачку. А, точно, стирачка-то неправильное слово. Резинка, да, одну и ту самую резинку я покупаю несколько лет подряд. Еще я купила два маркера. Юля говорила, что у нее были полностью такие же самые, и что они были хорошие, ей нравились. Потому что мои маркеры уже не пишут, а эти и выглядят красиво. И качество у них прекрасное. И корректор. Простой, обычный, как по мне, у меня даже уже когда-то был такой. И также, кстати, в этом магазине я еще купила себе вот такой вот антисептик. Он выглядит очень мило. Я увидела его уже на кассе, долго не было времени выбирать разные вкусы цвета. Этот такой и спирт чувствуется, мне кажется, он будет хорошо антисептировать руки. И запах тоже приятный. И также я купила еще две такие тетрадки. Одна вот такая вот, которую вы видели уже в эпицентре. Мне нравится, как она выглядит. И следующая вот такая вот. Не знаю, надо ли будет мне она или нет, но выглядит красиво. А теперь я вообще хочу по всем сусекам своей комнаты поискать разную канцелярию. Потому что я знаю, что есть часть канцелярии, которую я никогда не использовала в этом году ни разу. Вообще, посмотреть, сколько у меня блокнотов. Потому что я всегда реально очень много смотрю на блокноты. Но у меня их и так полно, и они стоят без дела. Так что сейчас давайте поищем. Ну, в общем, ребята, исходя из своих поисков, я поняла, что у меня осталось немного обычных таких тетрадок. Потому что как-то мне казалось, что у меня прям и осталось их штук 10-15. Потому что в начале года их было очень много. Но тут только одна тетрадка на 60 листов. Это, мне кажется, я стопроцентно могу использовать в универе, если надо будет тетрадка такого формата. Выглядит красиво. Это тоже большая тетрадка. Тоже 60 листов. Все тетрадки, я так поняла, что которые остались в линию, да? И все толстые. Ну, это тоже толстые. Это в клеточку, наверное. Нет, тоже в линию. Это все тетрадки, которые у меня есть. Все остальные тетрадки поглотил мой 11 класс. Также, кстати, я нашла еще вот такие вот две папки, которые мне прислали в прошлом году. И которые, мне кажется, я стопроцентно возьму с собой в университет. Потому что, ну, по крайней мере, как Юля мне говорила, папки это то, что реально надо. Одна вот такая вот розовая. Я, кстати, вам, как по-моему, показывала и в прошлом году, но как-то ни разу не использовала в школе. Не было необходимости. Но хотя выглядят они очень красиво. И другая вот такая вот с голубым таким элементом. Также, кстати, когда-то покупала вот такие вот прищепки деревянные. Не помню для чего. Но я думаю, если буду как-то декорировать комнату в общежитии, то это может быть таким важным элементом. Так что рада, что нашла. Еще нашла вот такие вот стикеры, которые я ни разу не использовала с прошлого года. Они будто бы и красивые, но, если честно, я не понимаю, правда, куда их клеить. Они не из плотного какого-то материала, а просто обычная бумажка. И, правда, ребят, ну, где их можно использовать? Потому что я просто не знаю. Можно, конечно, что-то писать на них, как какая-то там пометочка. Но, мне кажется, лучше просто в блокноте писать. А еще, когда я вижу вот такие вот стикеры, мне кажется, что у меня постоянно их нет. Что мне надо покупать их. А тут я смотрю, что у меня как бы их достаточно. И я тоже их не так часто использовала. Раньше я, конечно, очень часто что-то тут писала. На пробковой доску клеила. Когда была еще учеба, когда я там какие-то правила учила. Слова сейчас даже не знаю. А еще у меня так много каких-то таких красивых блокнотов, планеров. Которые я либо не начинала, либо там чуть-чуть буквально писала. Вот этот вот черный блокнот с черными листами, я помню, я очень хотела. И тут я еще писала вот тезис на план видео, да. Про перекусы в школу, которые я снимала, наверное, еще в сентябре. Это я не знаю, почему я просто пропустила листочки. Тут я писала план подготовки к ЗНО. Я еще помню, я была такая просто замотивированная, когда писала его. А потом я просто как-то готовилась и даже не возвращалась к этому плану. Потому что чаще всего я держу в голове весь этот план. И мне даже как-то было лень возвращаться, ставить плюсики. Вот тут я чуть-чуть ставила плюсики, а потом как-то забывала. И дальше вообще ничего тут нет, да. А, нет, еще. А, еще план подготовки к ЗНО. Тут вообще ничего нет, как вы видите. Зато план написан. Если честно, я все это сделала, я все это повторила. Абсолютно все просто не отмечала в этом блокноте. Ну, и еще тут очень много разных листов. Мне нравится, как это выглядит. И надо будет, думаю, продолжать этот блокнот, потому что он же классный. Это еще один очень красивый блокнот, в котором я даже не помню, я что-то писала или нет. Давайте вообще глянем. Надеюсь, там не будет какой-то очень конфиденциальной информации. Вообще пусто. А с другой стороны, потому что я иногда начинаю блокноты с другой стороны. Окей, абсолютно пусто. Хотя он же очень классный. У него тут красивая разметка. Удобный. Так что мне стопроцентно не надо больше блокнот. В этом вот, кстати, блокноте я много чего писала. Я писала и цели на лето. Я помню, еще, наверное, прошлым летом я все это снимала, планировала. Вот сама чертила. Это, я помню, когда я делала челлендж Хлои и Тимки, я все вот так вот отмечала. И еще планировала эти дни, наверное, я решила. Пока планирование. Боже, какая же я продуктивная, ребята. А, тут я помню, у меня была такая классная привычка, я выписывала цитаты из книги. Когда я раньше читала в приложении, там, на телефоне, я именно в самом приложении выделяла все то, что мне нравилось. И я выписывала, чтобы перечитывать. Боже, как же я давно не перечитывала. Я в точности такой же, как все, принимаю желаемое за действительное и вижу мир не таким, каков он на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть. Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Кстати, книга очень классная, Паула Коэли Алхимик. Если вы хотите больше понять жизнь и саму ее течение, понять о знаках, которые нам очень часто преподносят жизнь, но которые мы не замечаем, то я вам, правда, советую прочитать. Также тут еще планирование. А, тут тоже цитаты из книги. Небогатый папа, бедный папа для подростков, Роберт Киосаки. Портрет Дуриана Грея я просто обожаю. Ты любишь всех, а любить всех, значит, не любить никого. Тебе все одинаково безразличны. Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумство. Я помню, мне очень нравилась эта цитата. Я очень часто ее повторяла. А еще есть там какая-то очень красивая цитата о старости, я помню. А вот трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Мне она очень нравилась. Да и вообще классная книга. А это что-то писала идеи для видео когда-то давно. Цитаты из книги Голодные игры. Тут клуб 5 часов утра. Это реально я еще писала осенью. Боже, это было будто бы так и давно, и недавно одновременно. А, это книги за осень. Я помню, тут аудио, электронные. Что я читала осенью. Клуб 5 часов утра. Лучшая каждый день. Не помню вообще о чем это. 50 событий, изменивших мир. Рихмария Ремарк. Триумфальная арка. Боже, триумфальная арка. Одна из самых любимых книг. Тут, наверное, цитаты из нее. Да. Я тут еще даже наклейку наклеила, чтобы прям запомнить. Сейчас это все перечитаю. Я влюблена в триумфальную арку. Я в Ари Хамария Ремарка вообще. И все, наверное. Эти блокноты, наверное, ни разу не начинала. Хотя помню, что этот планер мне безумно тогда понравился. Он вот такой вот мягенький. Тут написано понедилок. Вевторг, среда, четверть пятнадцать, суббота. Про неделю забулываться. Все очень красиво так. Если у вас нет где планировать, то этот такой формат будет очень удобным. Но когда у меня появился вот такой вот планер, то все остальные отошли на другой план. Потому что тут все очень удобно, красиво. И пока он у меня не закончился, тут очень много страниц. Пока я буду пользоваться им. Потому что мне нравится, что его можно и там в любой момент добавить листочки заказать. И возобновить все это. В общем, оформлен он очень круто. А еще вот такой вот есть блокнотик. Красивость. Тут кактусы нарисованы. Я не помню, он в клеточку? Да, да, в клеточку. Ну, в общем, ребят, я очень рада, что с вами еще раз так пересмотрела свою канцелярию. Купила что-то новое сегодня. Ну, а я благодарна вам за просмотр этого видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ну, а я вас, ребят, всех очень люблю. Целую и обнимаю. Всего самого лучшего желаю. До новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok